Ассаламу алейкум и рахматулла Сегодня вот хотелось бы Подвести определенные итоги Ушедшего года По Григорианскому календарю Года очень тяжелого Очень тяжелого для многих народов Для Который закончился К сожалению, одной из самых Больших трагедий В современной истории Или как минимум в 21 веке Это массовое убийство Гражданского населения В секторе Газа То есть Израиль, Цахал Оккупационные силы Израиля В общем-то в своих преступлениях Перешли все красные И возможные линии То есть количество гражданских лиц В Газе давно уже превысило 20 тысяч человек Среди них 70% Это женщины И дети по данному Но что самое страшное Как отмечают многие комментаторы Как отмечают многие аналитики Эксперты В том числе на Западе В том числе в США Это и Чарльз Листер И другие Что на самом деле Количество убитых Жителей Газа Гораздо больше Чем об этом Говорят То есть потери могут быть Значительно больше Так как очень много Людей находится под обломками Очень много Потерь Которые еще не выявлены То есть Много пропавших без вести И на самом деле Потери могут быть Гораздо больше И мы видим Что Израиль Не собирается На этом останавливаться Он продолжает Свои операции В Газе И соответственно У Израиля Есть несколько планов Которые Один за другим Рушатся Потому что Палестинское сопротивление Палестинское сопротивление Оно Оказывает Серьезное противодействие Израильскому вторжению В сектор Газа Достаточно Упомянуть То что Например Израиль Начал Сухопутные операции Когда в Газе Он уже 2 ноября Отчитался Что вот Северная часть Анклава Была полностью Блокирована И что Вот Вскоре Там должны были Быть уничтожены Все ячейки Или все силы Хамас Которые там Действуют Все силы Палестинцев Однако Мы видим Что и на прошлой Неделе И буквально Сегодня Израиль Нанес удары По северным районам Газа Соответственно Свидетельствует О том Что в северных районах Газа Несмотря на то Что Израиль Блокировал И несмотря на то Что Израиль Пытался давно Уже отчитаться Якобы Их зачистки Продолжаются Боевые действия И собственно Хамас И другие Палестинские Группировки Оказывают Сопротивление Оказывают Сопротивление Израилю Израильскому Вторжению И наносят Ему большие Потери В связи с чем Оттуда Выводится Часть Израильских сил Была в конце Прошлого месяца Выведена Часть Бригады Галани Сегодня же Да Вот Сегодня Постояние На 1 января Собираются Вывести Еще две Бригады Там Называются Различные Причины Но По всей видимости Скорее всего На самом деле Да То есть У этих Бригад Большие потери И плюс Второй момент Это то Что Израиль Не может Такое Длительное Время Использовать Резервистов Потому что Экономика Израиля Уже В квартале В каждом Квартале Падает На 2% Примерно Соответственно Если Израиль Будет продолжать Использовать Резервистов В столь Длительное Время Конфликт В Газе Далек От завершения К сожалению Да То В общем-то Это Это очень Негативно Скажется И на Израильской Экономике Поэтому Он вынужден В общем-то Проводить Вот такие Действия И теперь У Израиля Точно То есть Режим Нетаньяху Да Он Пересматривает Планы Как Проводить Операцию В Газе Так Как Они В общем-то Рушатся Да То есть Изначально Был Первый План А Который Предусматривал Массированные Удары По Газе Разрушение Сперва Северной Части Сектора Газа Превращение В руины Чтобы Все Население Оттуда Выдвинулось На юг Сектора Газа Затем Эти же Операции По Массированные Авиаудары Артиллерийские Должны Были Перейти На юг Сектора Газа Откуда Население В итоге Должно Было Быть Выдавлено В Египет И В общем-то Тем Самым Вопрос И Присутствия Хамас В Израиле И Вопрос Присутствия Палестинцев Которые Поддерживали Хамас Решился Сам Собой Так Как Это Стало Не Израиль А Проблема Египта Ну Естественно Египет Отказался Быть Соучастником Подобного Акта Практически Да Этноцида Геноцида В Газе Да Новый Нагба Катастрофа Палестинцев Да И Отказался В общем-то На своей территории Принимать Палестинское Население Из Газа Хотя Египту Предлагали Списание Долгов Внешних И плюс Еще Обещали Заплатить Там По различным Данам 20 миллиардов Долларов Это Предлагали Западные Союзники Израиля То есть Они Фактически Соучастники По сути Этого Процесса Поэтому Израиль Перешел К плану Б Это В общем-то Который Предусматривает Блотировать Палестинцев Южной части Сектора Газа И Вокруг Нек Создать Зону Безопасности И Далее Наносить Вот Поэтому Заблотированных Вот Как в Резервации На юге Сектора Газа Палестинцам Да Там Точечные Якобы Удары По Хамас Постепенно Вот Их Пытаясь Подавить Но Это Это Говорит О том Что В общем-то Израиль Оказался Не в состоянии Ликвидировать Хамас Потому что Эти действия Израиля Очевидно Не приведут К уничтожению Хамас А если Даже Когда Отмечают Некоторые Эксперты В результате Таких Якобы Точечных Ударов Будут И ликвидированы Некоторые Лидеры Хамас Командиры То Это Не приведет В общем-то К уничтожению Группировки На их Место Придут Новые Поэтому Вот Этот План Б Он тоже И в Израильском Правительстве Вызывает Разногласия Есть еще План С Который Предусматривает Окупацию Полную Окупацию Сектора Газа И Что будет Естественно Приведет К длительной Городской Дерилье Городской Войне Которая Продлится Может быть Много Лет С Палестинцами Там Которая Будет Доносить Израилю Большие Потери И вот Да Между Планами Б И планами Ц Израиля До сих Пор В общем-то Нет Ясного Решения Как действовать Потому что Действительно Все Эксперты И западные Прежде всего И кто Следит За Этими Событиями Уже Однозначно Говорят Что Наверное Израилю Уничтожить Хамас Или ликвидировать Хамас Или нанести Ему Серьезный Удар После которого Хамас Не смог Восстановиться Не удастся И поэтому Все эти действия Которые Сейчас Предпринимает Израиль Они Так или иначе Идут Вне рамок Изначально Задуманного Плана Который Предусматривал Ликвидацию Хамас Поэтому Очевидно Что Боевые действия Там будут Продолжаться Еще длительное Время Возможно Да этот Будет 24-й год Весь Да И К чему Они Приведут Опять же Сказать Сейчас Сложно Но очевидно Что Израиль Попал В серьезный Да В общем Это будет Серьезный Удар По Израилю По его имиджу Израиль Больше Не будет Прежним Да То есть Израиль Теперь Является Уязвимым Государством Да Он Продемонстрировал Свою Уязвимость Что касается Хамас То Хамас Добился В общем-то Определенных Целей Хотел он Того Или нет Во-первых Это Консолидировав Вокруг себя Палестинское Сопротивление Во-вторых Это Фактически Нарушив Планы Соединенных Штатов По поводу Того Чтобы Арабские Государства Продолжили Процесс Нормализации С Израилем Чтобы Они Смогли Восстановить С ним Отношения Восстановить Связи Нарушил Хамас Нарушил В общем-то Планы Соединенных Штатов Примирить Израиль И Саудовскую Аравию Теперь Вряд ли В обозримой Перспективе Будет Возможно Плюс Весь Так или иначе Вся Арабская Улица Весь Исламский Мир Настроен Очень Враждебно Сейчас К Израилю И с этим Никто не может Уже не считаться То есть Опросы Которые проводились В таких странах Как Тунис И другие Они показывают Крайне негативное Отношение К Израилю Крайне негативное Отношение К Соединенным Штатам Кстати Тоже показывают И все это Конечно С другой стороны Это в определенной Степени играет И на пользу России Потому что Отношение к России В этом контексте Не изменилось Как минимум Вот такое происходит Событие Вокруг Газа Такие последствия Вот эти действия Могут привести И плюс Очевидно Конечно Что еще важно Что коллективный Запад Коллективный Запад Израиль Как его представитель Он расписался В том Что Он готов Идти на любые Преступления Или поддерживать Любые преступления Которые в его Интересах Да Но будет При этом Указывать Другим Странам Да На Как им себя Нужно Или можно Вести При этом Закрывать Глаза На Самое большое Самое большое Наверное Массовое убийство Гражданских Лиц Которые сейчас Происходят В секторе Газа То есть Такого В истории Как минимум 21 века Не было Да Были длительные Конфликты В Ираке Были конфликты В Афганистане Но что За такой Короткий Период Времени Было убито Столько Гражданских Лиц Столько Женщин И детей Это конечно Беспрецедентно Это Это конечно Самое большое Наверное Преступление В 21 веке Да То есть Которое сделано Руками Израиля Которое сделано Руками Его Тех сил Которые его Поддерживают В лице Соединенных Штатах В лице Коллекции Других Стран Запада Да Ну и В конце Концов Что можно сказать Итогом Наверное Будет То что Ближний Восток Сильно Изменится И наверное Все таки Хотелось бы Надеяться Что ситуация Вокруг Газа Приведет В дальнейшем Консолидации Не только Арабских Государств Но и Исламского Мира Они поймут Кто Настоящий Враг Для них Да То есть Это Израиль И коллективный Запад Который Поддерживает Вот эти Все действия Да То есть Очевидно Направленные Против Мусульман Направленные Против Исламских Святынь Направленные Против Палестинцев Да Но И мы Видим Что Хамас Продемонстрировал Палестинские Группировки Палестинское Сопротивление Продемонстрировало То что Они В общем-то Готовы Сражаться Готовы Вести За собой Других Палестинцев И то что Израилю Теперь уже Вряд ли Удастся Просто так Вернуться К той Стратегии Постепенного Удушения Палестинцев Постепенного Удушения Вот этих Палестинских Анклавов Будь то В Газе И На западном Берегу И к Постепенному Решению В негативном Да Смысле Палестинского Вопроса Да При Молочеливом Фактически Согласии Арабских Государств Потому что Конфликт В Газе Вот этот Перевернул Этот стол Да Перевернул Вот эту Всю игровую Доску И все В общем-то Изменилось Доску